Здравствуйте, меня зовут Башкирова Виктория, и сегодня я вам буду рассказывать о спиртовом брожении. Спиртовое брожение – это сложный процесс распада сахаров. В данном примере мы видим глюкозу. Под действием микроорганизмов этот распад происходит на этиловый спирт и углекислый газ. Спиртовое брожение является одним из главных технических процессов пищевых производств. Например, такие как, ну как вы можете догадаться, потому что тут есть этиловый спирт, это производство алкоголя. Например, вина, пиво, но также оно может содержаться в безалкогольной продукции, например, в такой как кефир, квас, хлеб и даже соевый соус. Как и любой химический процесс, для спиртового брожения есть энные условия протекания. Такие как концентрация сахаров должна быть примерно 10-15%. Это является оптимальным условием, чаще всего используют 14%. Кто пек хлеб, знает, что нельзя весь сахар сразу же в смесь с дрожжами кидать, потому что если концентрация сахаров будет выше 35%, то уже сахар начинает выступать как консервант и консервирует дрожжи, останавливая процесс спиртового брожения. Но должна уточнить, что существуют дрожжи, которые выдерживают сахаристость среды более 60%. Концентрация этилового спирта должна быть около также 15%. Если концентрация этилового спирта будет свыше 15%, то дрожжи просто погибают при такой среде. Но опять же таки уточню, что существуют дрожжи, которые выдерживают концентрацию спиртов более 20%. Вы можете знать такой вид вина, как крепленные вина. Это вина с содержанием спиртов более 20-24%. Ну и, собственно говоря, дрожжи, которые провоцируют процесс спиртового брожения, на таких условиях это называются хересные дрожжи. Для того, чтобы протекал процесс спиртового брожения, не должно быть доступа кислорода. То есть среда должна быть анаэробной, без свободного кислорода в среде. Кислотность среды должна быть 4 или 4,5 pH. Если кислотность будет свыше 7, как выше кислотность воды, то начнется процесс глицерина, образования глицерина вместо этилового спирта с углекислым газом. Температура должна быть примерно как комнатная, то есть 21 и желательно не ниже 12. И наличие микроэлементов типа калия, магния и тому подобных тоже для подпитки дрожжей. Ну и переходим сразу же к продуктам спиртового брожения. И исторически первым считается пиво. Поскольку упоминание о пиве записано еще в эпосе о Гильгамеше, вот вы можете видеть, «Ешь хлеб и вкиду по свойственной жизни, секеру пей сужденота миру». Эпос о Гильгамеше, если я не ошибаюсь, был написан 12 тысяч лет до нашей эры. Историки могут меня поправить. Ну и секеру, собственно говоря, никто не называл, шумеры не называли пиво пивом, как мы его называем, они называли его секеру. Но считается, что пиво появилось на территории Месопотамии 6 тысяч лет до нашей эры из-за того, что использовать эпос о Гильгамеше не очень правильно в контексте этого, потому что все-таки невозможно доказать, что секеру было именно пивом, поскольку в эпосе о Гильгамеше не записано то, как оно производилось правильно. Поэтому, как вы можете здесь видеть такую глиняную табличку, на которой была создана 6 тысяч лет до нашей эры, на ней изображено то, как двое человек производят, собственно говоря, пиво. Ну и как же производилось пиво в Месопотамии? Брали такой некий недопеченный хлеб, то есть смесь муки с водой, заливали туда еще водички, оставляли открытым, ставили на солнышке, оно начинало бродить, и получалась такая газоватая, газоватый напиток, очень кислый по вкусу, и его пили вот так вот через трубочки. Давал очень приятный эффект, ну, пиво. Древний Египет. В Древнем Египте пиво появилось также примерно 6 тысяч лет до нашей эры. Вы можете видеть пиво жидкий хлеб. Почти ничем не отличался процесс изготовления от Месопотамии. Единственное, что я вам сказала, что пиво в Месопотамии было кислым. Это из-за того, что возбудителями спиртового брожения в пиве часто выступали лактобактерии. Египтяне решили этот вопрос по-своему. Они начали добавлять в пиво финики, благодаря чему нейтрализовалась кислотность, и оно принимало такие приятные оттенки финика. Ну, и я решила предположить, что в древности возбудителями спиртового брожения были очень старые дикие предки дрожжей с сахарамицис-церевесаи, потому что дрожжи с сахарамицис-церевесаи являются универсальным возбудителем спиртового брожения, но используются, если не ошибаюсь, почти во всех промышленностях современности. И очень древние предки лактобактерии, лактобацилу сплантарум. В наше время, конечно, производство пива сильно изменилось. Сейчас в пиво входит всего лишь четыре ингредиента. Это вода, это дрожжи, это солод и это хмель. Солод дробят на мелкие фракции, добавляют туда воды и варят вот в таких вот сусловарных котлах. Вот это вот каплевидное сооружение, конструкция. Видно окошко, можно спокойно наблюдать за процессом, чтобы все шло правильно. После кипячения остужают, добавляют туда дрожжи, добавляют туда хмель и ставят в танки. Это вот данная конструкция. Они могут быть вертикальные танки, как здесь, могут быть горизонтальные, в которых происходит уже, собственно говоря, сам процесс брожения. Ну и в наше время, помимо дрожжей сахаромицис-сервисая, о которых я вам говорила, еще используются для пивной промышленности дрожжи сахаромицис-картсберг-энисис и сахаромицис-уварум. Древняя Русь. На самом деле, первый хлеб появился также на территории Древней Миспотамии. Он появился примерно 1200 лет до нашей эры. Но я решила рассказать вам о хлебе именно с точки зрения Древней Руси, потому что из-за одного очень интересного лингвистического факта, который мне очень нравится. Наше с вами русское слово дрожжи, ну и украинское слово дрищи, происходит от старославянского слова дриргати, которое означало вымешивать, что скорее относится к, собственно говоря, хлебопеченью. А английское слово ist происходило от староанглийского слова geist или gast, которое означало скорее пена, кипеть. И выделение углекислого газа, оно еще могло означать, что скорее относится к производству вина, к винокурению и пивоварению. Поэтому, собственно говоря, Древняя Русь. Как я уже говорила, почти ничем не отличаются процессы в пивоварении и в производстве хлеба. Брали деревянные деки, которые назывались квашней, обрабатывали их луком, чтобы не было никаких злокачественных микроорганизмов. Засыпали туда муку, добавляли немного закваски, сделанной из хмеля. Потом добавляли воды, смешивали это все. Оно какое-то время стояло при комнатной температуре. Начинался процесс брожения. Брали тесто, получившееся, запекали, и вот вам готовый хлеб. Оставляли единственное, что чаще всего в деке кусочек этого теста, чтобы потом в будущем не добавлять закваску из хмеля. В наше время, ну это не совсем наше время, но советские архитекторы придумали вот такую вот интересную конструкцию. Это цилиндрический завод, который должен был полностью осуществлять все процессы производства хлеба. Если вы видели когда-то хлебзавода, это куча разных зданий, которые соединены между собой просто дорогой. Этот завод как бы должен был решать эту проблему. Вот отсюда привозили мешки с мукой, сгружали их вниз и поднимали по лифту в самый верх. Здесь находилась микробиологическая лаборатория, в которой выращивали культурные штаммы дрожжей. Здесь не видно вам, но здесь находятся тоже вертикальные танки, в которых могла стоять закваска. Смешивали муку с закваской и водой, спускали ее сюда вниз. По таким столам проходило тесто и вымешивалось. Далее его спускали вниз вот сюда вот к печам. Оно, вот это вот весь процесс, выпекалось и спускалось на склад, откуда его увозили дальше в город. Я знаю, что таких есть около четырех в Москве и три в Санкт-Петербурге были построены, и один в Александровке. Возбудителями спиртового брожения в хлебе были дрожжи с цахарами, цыривисай, о которых я уже говорила, тулораспора долбруски и сахарамица с репсоидис. Соевый соус, как его называют в Японии – Сэчжоу, как его называют в Китае – Джанчжоу. На самом-то деле процессы производства соевого соуса не сильно изменились. Используют соевые бобы, их смешивают с водой, немного толочат и добавляют дрожжи коди, которые они… ну, не дрожжи, плесневые грибы коди, которые они выращивают. На самом-то деле это не коди, это дрожжи рода аспаригилис и резая, которые вызывают процесс спиртового брожения. Но процесс спиртового брожения здесь не основной, поэтому переходим дальше. Саке. Саке технологии немного отличаются. В саке брали… для того, чтобы приготовить, брали сваренный рис, начинали его очень долго и муторно пережевывать. Получалась такая приятная кашица с слюной, и ее сплевывали в общий чан. Ну, это было семейное дело, всей семьей становились, начинали жевать, получался потом вкусный саке. Опять же-таки добавляли туда дрожжи коди. Здесь уже выступал возбудителем спиртового брожения скорее лактобактерии сакей, лактобацилус сакей. Сейчас, конечно же, так не делают. Сейчас все перемалывают на заводах, а не ртом, специальными аппаратами. Вино. Я, конечно, вам сказала по поводу того, что пиво – один из самых первых алкогольных напитков в мире благодаря эпосу Гильгамеши, который запечатлел его. Но мне нравится считать, что вино появилось впервые, потому что данная археологическая находка, вот этот вот кубшин, который вы можете видеть, найденный, по-моему, в 2017 году, говорит нам о том, что вино было в нашем мире еще 8 тысяч лет до нашей эры, поскольку внутри данного сосуда нашли остатки вина еще тех времен. Так что, да, вино появилось раньше, чем пиво, и думайте именно так, пожалуйста. Производство вина. Брали виноградные грозди, их толкли, добавляли туда воду, оставляли открытыми, чтобы туда могли попасть микроорганизмы из среды вокруг нас, поскольку мы все с вами дышим плесенью, дрожжами, бактериями. Это нормально, мы это не можем исправить. Закапывали кувшины, похожие, под землю, чтобы там была температура чуть пониже. И оно так стояло, настаивалось до тех времен, пока не начнут пить. Сейчас все, конечно же, сделали сложнее. Сейчас все происходит в разных сосудах. Вот здесь вот эта вот большая бочка. Это аппарат для первого процесса брожения. Только добавили в... Как бы... Только добавили в мезгу дрожжи, получился винноматериал. Оно только начало бродить. Активная фаза брожения. Наблюдают, опять же таки, через вот это вот прекрасное окошко, чтобы все там шло прекрасно. Мешают верхние шапки. Все хорошо. Потом для второго процесса брожения, опять же таки, используют вертикальные танки. Здесь вы их можете разглядеть получше. Собственно говоря, прошли все процессы брожения, провели процесс осветления вина, фильтрации и отправляют в бочки для настаивания. Ну и возбудительными спиртового брожения в вине являются... Является плейсия нехангиспороуварум, которая образовывается еще на винограде во время его как бы роста на... Во время роста грозди. На кусте. Уже потом добавляют в вино дрожжи сахарамицы свини, сахарамицы с баянус и дрожжи сахарамицы с бетикус являются как раз таки хересными дрожжами, о которых я вам говорила, которые используют для производства хереса. Ну и я, конечно, не добавила последний слайд, поэтому я, наверное, вернусь к первому и скажу вам, что... Знаете, что вы едите? Всегда можно вот так вот собраться и рассказать интересный факт про то, почему хлеб такой пузырчатый. А почему хлеб такой пузырчатый? Потому что дрожжи... О, да, вот я это хотела, потому что углекислый газ поднимает тесто и получаются пузыри воздуха. Ну, в общем, знаете, что вы едите? Это была моя мысль на данную лекцию. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ